Всем здравствуйте! Жены Бориса Грачевского и Екатерина Белоцерковская и Анна Грачевская объединились, чтобы бороться за наследство для своих детей, рожденных от Бориса Юрьевича. Дело в том, что друг и партнер Бориса Юрьевича Аркадий Григорян мошенническим путем присвоил себе все права на яролаж. Ситуацию прояснила подруга Бориса Юрьевича отца Насташенко, которая находится в курсе ситуации. Сташенко объясняет, что когда с Борисом Юрьевичем попрощались и его жены начали поднимать документы о наследовании части прав на яролаж, выяснилось, что по документам акции тележурналы в полной мере принадлежали Григоряну, причем тот оформил их на себя еще при живом Борисе Грачевском. Сташенко объясняет, что это стало возможным из-за халатного отношения Бориса Юрьевича к документации. Якобы при жизни он никогда не проверял документы, а ими заведовал именно Григорян. Когда даже после Бориса Юрьевича Белоцерковская и Грачевская занялись оформлением наследства, все стало понятно. И вдруг, когда они стали разбираться в бумагах, увидели, что те доли, которые должны были после Грачевского по закону перейти в наследство восьмилетней дочери Бори Василисе и годовалому сыну Филиппу, забрал себя Аркадий еще до того, как Боря покинул этот мир. Насколько мне известно, сделал он это с такой формулировкой. Но я же работал. Ответ последовал такой. Но вы же получали зарплату, когда работали. Цитирует Сташенко. При этом уже известно, что Григорян действительно оформил на себя яролаж обманным путем, поделав подпись Бориса Юрьевича. Жены Грачевского уже готовят судебные иски, причем имеют приличные шансы победить в суде. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok